Добрый день, меня зовут Сергей. Данный ролик посвящен лодке Волженко 46 Fish. Точнее, не столько этой лодки, сколько изготовлению для нее тента для транспортировки и хранения для всесезонного использования. Именно для всесезонного использования. То есть, данный тент можно использовать для транспортировки. И подобные тенты, насколько я знаю, по результатам этого года даже проехали не один десяток тысяч километров. И никаких проблем нет, потому что я периодично общаюсь с их владельцами. Данный тент изготовлен принципиально немножко по-другому. То есть, он изготовлен чисто из ПВХ. То есть, нижняя часть кулиса, в которой затягивается двумя стропами, также изготовлена из ПВХ тканей. Ну, вариант этот, на самом деле, как бы мне не очень нравится, лично мне. Хотя он чуть-чуть получается дешевле. То есть, вот именно по причине более дешевой цены, то есть, его этот, как его называется, данный тент был полностью изготовлен из ПВХ ткани. С одной стороны, ПВХ ткань гораздо более долговечна, это бесспорно. И нижняя кулиса прослужит, вероятно, гораздо дольше, чем, допустим, кулиса из тентовой ткани. Но, с точки зрения эксплуатации, даже на своих тентах, на своих катерах, обычно я ставлю кулису из тентовой ткани, а вверх делаю ПВХ. Причина здесь прозаически проста. Гораздо проще работать со стропами, особенно летом, когда жарко. Материал выдерживает температуру до минус 30 градусов без малейших проблем. Скажем так, конкретно из данного материала изготовлен у меня тент на воздушную подушку, которым я пользуюсь круглый год, уже порядка лет 5, и зимой, и летом, и весной, и осенью, в любые погодные условия. Все тентовые материалы, которые были, учитывая, что подушки у меня более 10 лет, наверное, я его купил в году в 2007, и уже 13 лет у меня в эксплуатации. Правда, проехала она за это время максимум часов 20-30, но это уже другой вопрос. Но суть не в этом, суть в том, что все тряпочные, все тентовые ткани, которые стояли на подушке, были разорваны буквально очень-очень быстро. А вот тент из ПВХ ткани стоит уже много лет и никаких проблем не имеет. То есть, поэтому здесь данный вариант можно использовать в качестве бюджетного варианта вообще для изготовления любых тентовых конструкций на катера. В верхней части тентовой конструкции, по крайней мере, однозначно. Нижнюю часть логично делать, конечно, все-таки из тентовки, потому что проще, еще раз говорю, проще работать с стропами, которые находятся внутри кулис. Но, с другой стороны, здесь тоже проблем особых нет. Итак, давайте вернемся к катеру Волжанг 46 Фиш. То есть, и почему, и вот про данный тент я снимаю ролик. Во-первых, это единственный тент, на который на самом деле я сделал лекало. То есть, данный тент на конкретно, на заданную лодку можно заказать мне через почту. И, в принципе, вот такой тент я могу повторить без малейших проблем, хоть в серийное производство, хоть как угодно, без разницы. То есть, лекало на данный, вот подобное лекало я сделал. Это единственная лодка, то есть, почему я сделал на нее лекало, потому что она мне пришла для пошив тента абсолютно новая. То есть, у нее нет сейчас никакого обвеса, нет никаких дополнительных устройств. И поэтому здесь это все получается достаточно спокойно и удобно. То есть, можно было это сделать. Потому что все остальные, на самом деле, лодки, которые приходят... Ну вот, да, еще данная лодка очень серийная. То есть, ее торгуют практически все, кому не лень. И их достаточно много. Поэтому, говорю, вот, если вам понравится данный тент, вы можете, и у вас такая лодка, вы можете заказать у меня тент без предоставления лодки по данному, вот конкретно, по данному лекалу. Давайте сейчас я сниму камеру и покажу, как выглядит данный тент со всех сторон. Расскажу о его конструктиве, о его особенностях, потому что, в принципе, здесь есть определенные фишки. Так, ну вот, давайте я вам буду рассказывать конкретно про данный разработанный тент. В носовой части тента, во-первых, сделан прорезь. Вот я вам ее показываю. То есть, сюда вставляется этот, как его называется, храповик. Не храповик, а натяжитель, который притягивается этот, как его... Ну, ставится лебедка носовая с прицепа. То есть, здесь она притягивается, встает к лодке, то есть, для нее изготовлена вот конкретно данная специально изготовленная прорезь. То есть, поэтому здесь получилось не задирать, скажем так, не задирать кулису выше, а можно получилось сделать ее пониже для того, чтобы она максимально хорошо обтягивала корпус катера. Ну, вот на тентовой конструкции это было бы красивее и элегантней, но и здесь, в принципе, все получилось очень неплохо. Теперь, вот этот вот карман. То есть, для чего он нужен? Карман с молнией. Вот я вам показываю карман с молнией. Данный карман предназначен для того, чтобы можно было установить якорную лебедку сюда. После того, как установится якорную лебедку, в этот карман выйдет роульс. То есть, можно расстегнуть, но пока сейчас роульса нет. Соответственно, верхняя часть здесь зашита, то есть, осадки будут все уходить. Поэтому, можно использовать его в будущем при установке якорной лебедки. Так, еще раз говорю, здесь установлена липа и стоит, соответственно, молния. Вот, вот молния. Все. Так, идем дальше. Здесь смотрим. Все абсолютно натянуто. Тент получился двухскатный. То есть, вода, которая будет попадать, соответственно, на тент, и снег, все будет с него сходить. Единственное, конечно, не на один тент нельзя допускать образование крупных сугробов. Потому что, в принципе, этот, как его называется, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, давайте я вам показываю его подробно. Тент полностью повторяет геометрию корпуса лодки. Ну, и вот, как говорится, здесь, это вот задняя его часть. Кринолины закрыты. Так, теперь дальше. Тент фиксируется двумя стропами. Стропы убраны в карманы. В задней части тента имеется также молния. Вот я вам ее показываю. Для чего она нужна? Она дает, видите, вот я когда ее расстегиваю, здесь вшита специальная, специально вшита ткань. То есть, образуется вот такой вот, этот, как его называется, вот такой карман. Это нужно для того, чтобы, когда вы будете поднимать, использовать мотор, чтобы было место, куда ему уходить. Когда мотор нет, когда мотора нет, либо мотор находится в поднятом, в опущенном состоянии, соответственно, молния застегивается. Ну, вот здесь все полностью, тент полностью облегает катер. То есть, осадков и грязи на нем будет минимальное количество. Но еще раз говорю, что любого тента нельзя забывать, ни в коем случае необходимо счищать снег в процессе, чтобы не было образования сугробов. Потому что либо лопнет стекло, что вполне возможно, потому что вес снега достаточно тяжелый, либо, соответственно, может получиться нехорошо, этот, как его называется, можете порвать тент. Хотя, на самом деле, я откапывал подобные тенты из сугробов, потому что иногда я приходил зимой после долгого простоя на воздушную подушку, на свою, и видел картину, когда из нее торчал один только купол. Все остальное было полностью завалено снегом. Обычная деревянная лопата прекрасным образом решала данную проблему, и с тентом не было ничего. Ну вот, последний раз показываю тент, и ставлю камеру на паузу. Все. Мотору здесь ничего мешать не будет, когда встанет мотор, соответственно, что в поднятом, что в опущенном состоянии, проблем никаких не будет. То есть места достаточно много. Натяжение строп можно пускать под мотором, как это делают владельцы всех практически моих тентов. Боковую конструкцию, то есть некоторые ставят храповики здесь, я считаю это очень несимметричным, и гораздо удобней по эксплуатации, не по эксплуатации, а удобней по натяжению тента, когда все находится сзади. То есть вот, чтобы все натяжение шло с обоих сторон абсолютно симметрично. Нижняя стропа, соответственно, проходит под привальным брусом и дополнительно подтягивает тент по всем сторонам. То есть при транспортировке данного тента не будет возникать никакого полоскания, парусения и чего бы то там не было. Это все уже проверено, проверено на практике, не на одном десятке тентов. Все, ставлю камеру на паузу и закончу ролик сейчас. Так, ну вот вы посмотрели ролик, обзорный ролик по тенту для транспортировки и хранения всесезонному на катер Валзенка 46 Фиш. Если у вас возникли вопросы, или есть желание заказать тент на... у вас такая лодка, и вы хотите получить подобный тент, пишите мне на почту, без проблем. То есть, ну единственное, что говорю, что я бы все-таки подумал над нижней частью кулисы из тентовой ткани, пусть это будет чуть дороже. Просто пользоваться будет удобнее. Хотя, с учетом того, что лодка полностью алюминиевая, и данная кулиса ложится очень неплохо. Давайте. Все, спасибо за внимание. Будет вопрос, как еще раз говорю, или хотите заказать тент, пишите мне на почту, почта 1-23-собака-мейл.ру. Все, до свидания. Продолжение следует...